Евангелие Ана, глава шестая Иисус, подняв очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлеба, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им и на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взяв хлеб и воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, как бы нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, другой не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса, и, нашедшие его на той стороне моря, сказали ему, — Рави, когда ты сюда пришел? И Иисус сказал им в ответ, — Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец Бог. Итак, сказали ему, — Что нам делать, чтобы творить дела Божии? И Иисус сказал им в ответ, — Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали ему, — Какое ж ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, — Хлеб с неба дал им есть. И Иисус же сказал им, — Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, — Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус сказал им, — Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не верите. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить Мою волю, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, — Я есмь хлеб, сошедший с небес. И говорили, — Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, — говорит Он, — Я сошел с небес? Иисус сказал им в ответ, — Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. У пророков написано, — И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел отца, кроме того, кто есть от Бога, Он видел отца. Я истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой и говоря, как Он может дать нам есть плоть Свою. И Иисус же сказал им, — Истинно, истинно говорю вам, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий этот хлеб жить будет вовек». Эти слова говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас?» Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые Я говорю вам, — суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто неверующий, и кто предаст его. И сказал, «Для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не будет дано Ему от Отца Моего». С этого времени многие из учеников его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал Я, но один из вас дьявол?» Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо тот хотел предать его, будучи одним из двенадцати. Иисус, Сын Бога Живого»